итак дорогие друзья всем привет всем привет сейчас у нас прямо из страсбурга проводится урок сейчас мы посмотрим кто есть то есть сегодня народе так как меня видно как слышно вот яков шатанин есть у нас сегодня на роте отлично и все мы начинаем тогда есть сегодня так я в пути все итак дорогие друзья все начинаем у нас сегодня 95 урок 95 урок прямо мы двигаемся без остановки это очень важно набрать правильный набрать правильный такой ритм и двигаться без остановки и идет накопительный эффект вы знаете очень интересно что когда вода капает на камень она делает дырку в камне сейчас секундочку почему у нас нести уровень подключения к сети идет даже запись как меня слышно как видно так фейсбук очень умно он делает как запись запись он делает смотрите если плохая плохая если идет трансляция то он она делает запись и она потом опять все включится так что вы не переживайте все все сохраняется фейсбук рулит фейсбук марк судерберг он думает о том что принести людям пользу и себе пользу и акционерам пользу то есть он на по каким причинам он хочет ставить пользу непонятно но факт тот что все работает итак давайте я щас чтобы не прерывалась все давайте сосредотачиваемся 13 глава у нас 19 отрывок 13 глава 19 отрывок звучит так звучит так значит того нет ты ров для нефиш в этого от ксилим сур мира значит вот интересно что слышится одинаково а а пишется по-разному и слово такое то ва то ва это вожделение это когда человек что-то хочет вот он себе что-то представляет и что-то хочет это называется слово то ва теперь то его то его это мерзость то есть того это вожделение а то его это мерзость пишется по-разному разные буквы звучит одинаково теперь вот это вот как бог устроил мир что человек он все время себе что-то представляет он себе представляет как он там достигнет свою цель он себе представляет например да человек представляет себя как он достигнет цель давайте так сяду может быть так лучше будет уровень подключения к сети значит человек себе представляет до разные вещи и когда он себе понапридумывал разные вещи то он значит представляет что ему будет хорошо и он гонится за тем что ему кажется что ему будет хорошо понятно да как это работает теперь значит вот человек вот человек по на придумывал себе разные вещи и он живет вот в этом своем представлении гонится за ним это тава тава у него есть вожделение и бог так сделать что у нас есть вожделение к хорошим к разным вещам которые они такие нерелигиозные то чтобы было честно все и красиво чтобы было честно в этом мире все да то есть у бога все честно и справедливо так вот для того чтобы все было честно и справедливо бог так специально сделал что у нас есть вожделение к вещам которые запрещенные или неправильные а к заповедям до к заповедям то есть ну вот что такое выполнить заповедь например например заповедь возьмем я говорю сейчас для мужчин для мужчин заповедь одет филин но какое тут вожделение Ну, одел ты тфилин, ну, сюда одел тфилин. Или сегодня вот мы утром пошли молиться в 7 утра. В 7 утра, значит, мы... Нет, что поспать нормально, выспаться. Нет, приходишь на молитву, молишься каждый день, каждый день. К этому нету вожделения, к этому нету такого сильного желания. А вот сейчас я хочу урок закончить и пойти в Старбакс. Пойти в Старбакс, попить кофе, да? И вот я себе представляю кофе, Старбакс, все. То есть тут у меня есть вожделение. То есть мое воображение, оно обслуживает вещи, которые или запрещенные, или же они, эти вещи, разрешенные, но они не заповеди. Теперь давайте разберемся, как написано полностью в отрывке. Значит, смотрите, написано так. Таават, написано, вожделение, не е, ты равля нефиш. Тут написано, желание, исполнившееся приятной душе, не так. Так, вожделение, оно будет приятно для души. То есть вот эта вот приятность, когда я себе представляю, что мне будет приятно, это так работают вот эти все вожделения. То есть когда человек, он мечтает о каких-то там женщинах запрещенных ему, или там о еде какой-то запрещенной ему, или о том, как он там достигнет славы, успеха и так далее, все вот эти вот желания обслуживает воображение и дает ему ожидание чего-то приятного, удовольствия. Поэтому человеку хочется, есть такое выражение, что беги за заповедью и убегай от преступления. Это в перте вот есть. Аверац ахаре митсва выборах мина аверах. Почему? Потому что когда ты должен за митсвой бежать, ты должен включить свое желание, чтобы в 7 утра встать и поехать на молитву. А идти в Старбакс, тебе не надо думать об этом, ты просто идешь. А если что-то запрещенное, так ты можешь бегать за этим запрещенным с утра доночек. У меня есть некоторые знакомые, которые употребляют наркотики или употребляли раньше, и они могли там днями и ночами, это у них называлось, мутить наркотики. То есть они ищут, они там что только они не делают, чтобы эти наркотики добыть, да? Теперь вторая часть этого отрывка. Это мерзость для глупых сурмера. Значит, теперь есть ксилим. Как мы знаем, ксилим – это люди, которые знают, что есть Бог, знают, что есть правда, знают, что есть Тора, знают, что есть заповеди, но они не могут справиться с этими своими вожделениями. И они как бы строят свою жизнь вокруг того, чтобы получить от жизни как можно больше удовольствий. И когда им говоришь, слушай, ксиль, ну, ты его не называешь ксилем, но ты ему говоришь, послушай, эти все твои удовольствия, как в Пертьевод написано «Марбе Басар, Марбе Рима». Умножаешь мясо – умножаешь гниение. Вот я буквально недавно в этот шаббат разговаривал с несколькими людьми, которые вроде бы евреи, в субботу пришли в синагогу. И они такие прямо толстые. И такие они, вот видно, что они живут в свое удовольствие. Я вам говорю, послушайте, вы должны подумать о том, что за все удовольствия надо платить. Реально надо платить. И платить приходится здоровьем, короткой жизнью. А потом, говорю, вы же туда на небо придете, а вам скажут, все, жизнь-то вы жили впустую. Умножили вы мясо и будете выгнить в могиле. Все. Вот это вот человек, который живет ради своего мяса, ради своего живота. Он просто тупо выращивает пищу для червей. Все. И, значит, вот эти вот ксилим, они не могут слушать. Вот эти вот все вещи. И для них отойти от зла своего, за которым они к нему прилепились, это для них мерзость. Отойти от зла. То есть они, наоборот, поменяли у себя восприятие плюс на минус. Если эти люди, у них проводок отходит какой-то. Знаете, есть, например, садисты, мазохисты и так далее. То есть у них есть какой-то сбой в программе. И, значит, вот эти вот ксилим, для них, наоборот, отодвинуться от зла, от того, что является злом. Это для них сложность. Это для них, ну, как бы мерзость даже. Как они могут оставить свои вот эти вот привычки. Это для них тяжело. Теперь, значит, ну, вот такой вот есть мир. Причем интересно, что, если мы возьмем, вот, например, да, как интересно работает. Человек, который идет в спортзал, например, то для него первое последствие спортзала это пот и боль и тяжело. И устал. Второе последствие – это здоровье, энергия, сила для того, чтобы жить совершенно на другом уровне. Теперь с едой совсем наоборот. То есть первое последствие еды – это ты съедаешь кусок запрещенной еды, тебе вкусно. Второе последствие – ты вредишь своей душе. Третье последствие – у тебя появляется лишний вес. То есть там наоборот. Когда ты идешь по жизни, и тебя все время интересует только первое последствие, то в итоге ты проигрываешь. Когда ты смотришь чуть-чуть вглубь и видишь за первым шагом, видишь второй, то ты очень часто первый вот этот шаг, ты понимаешь, что тебе будет здесь тяжело, а там будет легко. А те, которые не видят последствия, они наоборот, они смотрят только, чтобы первый шаг был легко. Они все время – оп, лишь бы легче и легче. Вот здесь написано так. Вожделение приятно для души. Объясняется, как эта штука работает, чтобы было честно, Бог так сделал, запрограммировал мир. Теперь и мерзость для ксилим, для дураков – отодвинуться от зла. Следующий отрывок – 20. Давайте смотрим. 20 отрывок. Сейчас, секундочку. 20 отрывок. Смотрим. Следующий. Он такой. Значит, следующий отрывок, он нам говорит о том, что тот, кто идет к хохамим, к мудрецам или с мудрецами, тот человек, который идет к мудрецам и с мудрецами, то что? Он будет мудрецом. С тем поведешься, от того и наберешься. Это известнейший закон. С тем поведешься, от того и наберешься. Теперь. Вероя ксилим, а тот, кто пасется, прямо пасется с этими ксилим, с людьми, которые в плену своих вожделений, тот что? Иероя тот, он будет такой же, как он, С ними же он и будет С тем поведешься, того и наберешься Здесь этот закон понятен Попадая в любую среду Человек автоматически Вписывается в эту среду Вписывается на уровне физиологии Вписывается на уровне общения Вписывается на всех уровнях Если у человека здесь в голове зеркальные нейроны Которые зеркалят окружающих людей И с ними вступают в контакт То есть мы все люди такие контактные существа Настроиться на человека Понять что он от тебя хочет Не вступать в конфликт с толпой Это естественные инстинктивные программы Которые есть в каждом человеке Теперь если я вхожу в Компанию мудрецов Они говорят о мудрых вещах Они говорят разные интересные вещи То я автоматически начинаю Вписываться в эту компанию Известно, что чем выше Средний уровень группы Тем выше уровень каждого, кто в нее заходит То есть если человек хочет Сильно развиваться, ему нужно обязательно найти Войти в компанию Войти в группу людей, которые развиваются Это как бы один из самых простых, понятных путей Ну а тот, кто общается с плохими, злыми людьми В перте вот написано Архек, Архек Мишахен Ра То есть отдались от плохого соседа Вальтит Хаберли Раша Не соединяйся со злодеем даже в хорошем деле Потому что ты с ними соединяешься Потом ты попадаешь под раздачу Интересно, что если говорить о путях Которыми человек может приблизиться к Богу То хороший сосед и хороший друг Это одни из самых таких важных путей То есть нужно иметь и хорошее окружение И хороших друзей Как мы должны стараться? Мы должны стараться Человек сам управляет своей жизнью Сам строит обстоятельства Когда он уже попал в плохие обстоятельства То там уже бороться с ними очень тяжело Но запрограммировать вперед ситуацию И постараться продумать так Чтобы тебя окружали хорошие умные люди Человек обязан И он может, если подумает Настроиться и вода камень точит То есть если будет цель, план и настойчивость То любой человек может выстроить Любые внешние обстоятельства для своей жизни Теперь и 21 отрывок Сегодня 21 отрывок На нем мы остановимся Значит хатаим тирадев ра Значит хатаим Это грешные грехи Тирадев преследуют Ра это зло В эт садитим и шалем тоф Значит и цадиком праведным Значит Бог воздаст добром Это вот такой вот 21 отрывок Что это значит? Есть в этом мире Бог когда запрограммировал землю Он все это программировал Он установил вот это вот добро Эти действия названы добром И делая эти действия Ты присоединяешься к Богу Это действие называется заповеди Эти действия Называются злом И делая эти действия Ты разрушаешь себя И разрушаешь мир И разрушаешь свою связь с Богом Теперь интересно что Бог сам да Он добрый То есть он как бы то что мы знаем про Бога Что так как он создатель этого мира И он дает этому миру Дает возможность существовать То сказать что он злой сложно Потому что иначе он бы этот мир уничтожил Значит Бог дает Дает миру существование Он добрый Теперь он хочет И от него идет только добро А что такое зло? Зло это он сделал такую систему Чтобы человек Как игра такая Преодолевая зло Получал добро как награду Чтобы было все интересно Чтобы было все честно И специально он поэтому сделал Зло привлекательным Добро он сделал менее привлекательным Чтобы было равновесие между добром и злом Чтобы можно было действительно выбирать Между добром и злом Если было бы добро явно привлекательным Конечно бы все бы выбирали только добро И вот он сделал такую вот Достаточно сложно запутанную систему В которой он дал человеку свободу выбора и возможность идти по вот этим вот плюсам, еще допрограммировать систему. Но главное, он оставил себе. Это добро он в Торе установил, это зло. И хохма, божественная мудрость Тора, она определяет вот эти вот, она как раз рассказывает, где добро, где зло, чтобы не ошибиться. Теперь, значит, почему грешников преследуют зло? Потому что в самом грехе заложен, то есть их не надо, Бог их не наказывает. Само же зло, которое они делают, оно же их и разрушает. То есть в самом грехе, в самом грехе, в самом нарушении уже заложен потенциал, который сам же, сам же он человека потом разрушает, когда он накапливается. То есть это не Бог его наказывает, это сам человек, который нарушает волю Бога, он же сам создает то количество зла, которое потом его же и убивает. Теперь, но за добро Бог, он дает награду лично сам, садикам, которые преодолели стремление к злу и приблизились к Богу, Бог им дает награду. Есть очень простое, классное сравнение, красивейшее, которое показывает, как эта система работает. Вот представьте царь, и царь, он собрал своих, своих этих подданных и говорит, уважаемые подданные, говорит, слушайте внимательно, вот эти вот плоды, вот эти вот плоды, и показывает перечень плодов, они ядовитые, в них яд, кто их ест, он нарушает мой приказ, я запрещаю их есть, и он погибнет от этого яда, понятно? Все понятно. А вот эти вот плоды, они полезные, они выглядят не так красиво, они выглядят, эти плоды, средненько, но они очень вкусные, они очень полезные, они дают долголетие, и я тех, кто ест эти хорошие плоды, я еще им дам награду. Понятно все? Понятно. Ну все, давайте, прошел год, а царь уехал куда-то, прошел год, теперь, значит, начало забываться, а те плоды, которые ядовитые, они, значит, такие красивые, они такие, прямо хочется, на них смотришь, хочется их есть. А те плоды, которые хорошие, они так себе выглядят не очень, все. Ну там они дают долголетие, но они там вкусные, ну царь сказал, что их надо есть, но с виду они такие непривлекательные. Прошло какое-то время, люди начали забывать, начали не забывать о том, что царь им приказал, и начали они есть вот эти вот плоды ядовитые, и перестали есть плоды хорошие. Теперь получается какая интересная ситуация. Когда царь через год приехал, ему не надо было наказывать тех, которые ели ядовитые плоды, они через год сами от них умерли. Те, которые ели хорошие плоды, они ели эти хорошие плоды, и они были здоровые, они были крепкие, то есть у них сами плоды давали им долголетие, но когда царь приехал, он еще их и наградил за то, что они ели хорошие плоды, дал им награду там вечную жизнь. Понятно, да идея? То есть все точно так же заповедями. Те, которые едят, то есть которые делают вот этот грех, сам же грех их убивает, он накапливается, он со временем убивает, он не сразу убивает, чтобы было все честно, но он грех убивает, грешных преследует то зло, которое они делают. Теперь праведных Бог воздаст добром, то есть они делают заповеди, сами заповеди это добро, в них есть потенциал добра, но еще потом будет награда за это добро. Так работает вся система, и с Божьей помощью мы сегодня выполнили огромную заповедь, несмотря на сложности, которые были со всякими подключениями и так далее, мы все-таки нашли возможность, силы, время каждый нашел для того, чтобы с утра поучить Тору запомнить то, что мы изучили. Мы сегодня изучили очень вообще классно вообще три таких важнейших просто вещи. Три важнейших вещи мы сегодня изучили. Первую вещь мы изучили, что как работает система, что насколько зло привлекательное, и оно как бы выглядит приятным для души, но в итоге это все мерзость, потому что когда человек делает это зло, оно потом в нем, как еда, знаете, когда еда запрещенная, вот до того, как ты ее съел, когда ты ее представляешь, она кажется очень вкусной, потом секунда во рту, она вкусная, а потом она превращается в такую кашу, которая смешивается с желудочным соком, если ее вырвать обратно, то она вообще невкусная, некрасивая. Точно так же любое вожделение, пока ты его не сделал, если это запрещенное вожделение, да, то оно выглядит в воображении красивым. Когда ты его сделал, все, оно уже не выглядит красивым. Это первое, что мы выучили. Второе, что мы выучили, что с тем поведешься, от того и наберешься, кто идет с мудрыми, мудреет, кто идет с глупыми, глупеет. И третье, что мы выучили, это то, что в самом зле, в самом зле заключен яд, который же убивает. То есть зло само по себе убивает, а за добро Бог всем нам даст награду. Все, пожалуйста, напишите своих три вывода. Это очень важно, чтобы вы запомнили. И начните их повторять. Можете записывать в комментарии, в тетрадочку, где угодно, но обязательно, обязательно делайте свои выводы, и их повторяйте, запоминайте. То есть Тора важно, чтобы она вошла в голову и стала частью мышления. И с Божьей помощью у нас у всех будет все хорошо. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня. Пока.